В этот день будильник поднял молодых уссурийцев особенно рано. Причина весомая. Пришло время отдавать долг родине. В 7.30 первая партия призывников уже сидела в зале городского военкомата. За год в армии парни привыкнут просыпаться до восхода солнца. Армия – это та школа, которая действительно из пацанов делает мукшизм. В целом осенний призыв разлучит семьями 150 ребят. Напутственные слова 22 первопроходцам сказали представители администрации округа, законодательного собрания края, совета ветеранов города и местного казачества. Почти все уверяли парней в сложности предстоящего жизненного испытания. Однако молодые уссурицы оказались не из пугливых. Дали повестку, пришел. Было не страшно. Теперь забирают. Готов ко всему. Готов ко всему. Прошли медицинское свидетельствование. Призывную комиссию, где были призваны вреды вооруженных сил, получили повестку на отправке в войска. Перед этим было проинструктировано, что брать с собой, что не брать с собой. И меры безопасности были доведены. Боевой дух поднимал оркестр. Марш прощания славянки сопровождал призывников на пути от военкомата до транспорта. На военную службу уссурийцев провожали семьи, друзья и даже домашние питомцы. Безутешные мамы и любимые девушки не спешили отпускать парней с холодной улицы в теплый салон автобуса. И все же минута расставания наступила. Его должны были забрать еще летом, после учебы, как закончил, как диплом получил. Давали отсрочку. Как-то уже готовились давно. Ну ничего, он настроен по-боевому, нормально. Отправил я друга своего, очень старого. Сам в армии служил, конечно, вот, когда меня отправляли, не такие эмоции были, потому что все равно за своих друзей волнуешься, понимаешь, что было, когда ты служил. Уссурийцы пройдут военную службу в разных уголках Дальнего Востока. От Камчатки до Читы. А кто-то даже отправится в западную часть страны, в город Армавир. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Редактор субтитров А.Семкин